Накануне пасхальных праздников мусорный полигон снова заблокирован. Компания-концессионер подконтрольной демократической партии требует от города миллион леев предоплаты за вывоз мусора. Проблема в том, что по закону примария не может осуществлять таких предоплат, а обязана расплачиваться только по факту оказания услуги. Таким образом, правящая в стране партия пытается поставить Бельце безвыходное положение. Если руководство города осуществит предоплату, его тут же арестуют. Если не осуществит, не разрешат вывозить мусор. Со вчерашнего дня, с 10 часов утра полигон закрыт. Все мусоровозы не пускают сюда. Они вчера простояли здесь весь день, вечером уехали полные на базу. Сегодня с утра они тоже выстоят, уже вечер. Им не дают возможность заехать на полигон и выгрузиться. Город засыпается мусором опять. То есть, как и было на Новый год, так и на Пасху. Хотел сделать подарок городу пасхальный. Что говорит конституционер? 29.03. на заседании муниципального совета были утверждены новые тарифы в размере 303 лей. Их не устраивает этот тариф, они хотят 92 леи. Кроме того, что они требуют повышения тарифа до 92 леи, они хотят еще 1 миллион лей, чтобы сделали им предоплату. Предоплату бюджетная организация не может делать на основании ничего. Они хотят этот миллион лей как гарантию. Поэтому и стала вот эта ситуация на сегодняшний день. И уже два дня мусоровозы не вывозят мусор из города. Как видим, предвыборная кампания демократической партии пахнет очень дурно в прямом смысле этого слова. Даже водители мусоровозов муниципального предприятия ДРСУ устали от этого шантажа. Один из них просто вывалил весь мусор из машины прямо перед шлагбаумом на дороге. Доблестная полиция была на чеку. На машину тут же составили протокол. Водитель должен будет заплатить государству 9 тысяч леев. Напомним, что демократическая партия не первый раз пытается поставить город на колени при помощи мусорного полигона, который был передан концессионеру предыдущими бельскими властями, когда городом руководили Октавиан Маху и Александр Усатый, нынешний кандидат Игоря Дадона и Владимира Плохотнюка на местных выборах.